Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию Антона Хабарова. Как звезда сериала Казанова увел невесту из-под венца. 21 год счастья с максимальной степенью свободы. Исполнитель главной роли в сериале Казанова, кажется, вполне мог бы соответствовать своему экранному псевдониму. Антон Хабаров красив, обаятелен, импозантен и способен покорить сердце любой женщины. Поклонницы постоянно признаются ему в любви, пишут письма и даже приглашают к общению. При этом актер никогда не скрывал ни своего семейного положения, ни того, что его брак с супругой Еленой строится на максимальной степени свободы и любви. Жену, кстати, актер увел у соперника чуть ли не из-под венца. Если бы после окончания школы Антон не провалил экзамены на факультет бальных танцев, зрители могли бы никогда не увидеть его ни на экране, ни на театральной сцене. В тот период он буквально бредил танцами, мечтал стать хореографом и ни о каком кино даже не помышлял. Но после провала нужно было чем-то заниматься, и он по совету отца отправился поступать на факультет режиссуры в столичный институт искусств. Антон в то время представления не имел о режиссуре, но при этом меньше всего на свете ему хотелось расстраивать родителей. И он таки поступил в этот вуз, подготовившись к экзаменам и творческому конкурсу едва ли не за сутки. Спустя пару лет он уже познакомился с тонкостями профессии, но при этом принял осознанное решение стать актером. Его приняли в школу-студию МХАТ и в Щепкинское, и в Щукинское высшие театральные вузы. Выбирал он вуз не по престижности, а по преподавателю, поэтому стал студентом на курсе Виктора Ивановича Коршунова в Щепке. Именно там он и познакомился с девушкой по имени Елена Степачева, приехавшей покорять столицу из Калининграда. Как признается на сегодняшний день Антон, он влюбился в нее практически с первого взгляда. Правда, понаблюдав за однокурсницей, понял, что сейчас он начнет проявлять по отношению к ней знаки внимания, то он окажется незамеченным в толпе многочисленных поклонников этой девушки. И Антон разработал очень хитрый план. Сначала он стал близким другом Елены, старательно изображал равнодушие к ее женским чарам, зато всегда был рядом в нужную минуту. Он сочувственно выслушивал о проблемах, периодически возникавших у Елены во взаимоотношениях с ее женихом, давал советы, поддерживал ее как мог. Конечно, ему было непросто знать, что любимая девушка активно готовится к свадьбе и собирается стать женой другого мужчины. Но он терпеливо ждал того момента, когда же у Елены проснутся к нему чувства. И дождался, уже на четвертом курсе, после чего с чистой совестью поставил девушке ультиматум – или я, или он. Было ли ему при этом страшно? Наверное, было, ведь Елена могла выбрать и не его. Но в этом случае он бы просто опустил ее, пожелав счастья. Елена все же выбрала в итоге Антона. Уже спустя пару месяцев влюбленные жили вместе, а вот поженились только спустя пять лет. Нет, они вовсе не собирались проверять свои чувства. Все было и так понятно. Просто на пути к официальной росписи постоянно появлялись какие-то препятствия. Антон никак не мог познакомиться с родителями Елены, так как молодые люди не совпадали в графиках, чтобы полететь вдвоем в Калининград. А потом всерьез и надолго заболела Елена. Из-за проблем с ногой она вообще не могла подняться с кровати и испытывала сильнейшие боли при малейшем движении. Антону было так жаль любимую девушку, что он решил порадовать ее каким-нибудь сюрпризом и сделал ей предложение. Свадьба Елены и Антона была не слишком шумной. На празднике в Балашихе присутствовали всего 30 человек и все самые близкие. Антон в то время снимался в Таджикистане у Станислава Говорукина в фильме «Никто кроме нас». Поэтому все хлопоты по организации этого торжества легли на плечи Елены, да еще мамы ее будущего мужа. А сам жених едва успел на собственное бракосочетание. У него возникли проблемы на таможне, и он вполне мог застрять там надолго. К счастью, все обошлось. Елене после свадьбы пришлось отчасти пожертвовать собственной карьерой. На свет появился вначале сын Владислав, а спустя три года дочь Алина. И только когда дочери исполнилось три года, Елена наконец смогла выйти на работу. При этом в семье не было идеальных отношений, но каждый из супругов знал, они хотят прожить вместе всю свою жизнь. Конечно, как и у многих, у них случались ссоры. Иногда они находились в состоянии какой-то конфронтации. Но в те моменты, когда они оба уже переставали понимать, как вернуться к состоянию полного довольства жизнью, Антон и Елена отправлялись за помощью к психологам. Они не видят в этом ничего плохого. Просто специалист по семейным отношениям показывает им путь решения возникшей проблемы. Они счастливы вместе уже более 20 лет, воспитывают двух замечательных детей и при этом признаются, что их семья строится на максимальной степени свободы. Они восхищаются достоинствами друг друга, но научились мириться с недостатками, которые теперь не раздражают, а просто принимаются во внимание. Антон и Елене вполне могут отправиться на отдых по одному, и тот, кто остался с детьми, не будет постоянно названивать и требовать отчета о проведенном времени. При этом Антон уверяет, что их чувства ничуть не остыли с годами. Просто они привыкли полностью доверять друг другу, и легкий флирт на стороне никогда не расценивается как крамола. Супруги не могут сказать, будто совсем не ревнуют друг друга, просто научились не превращать это в большую проблему, способную отравить жизнь любимому человеку. Антон может обращать внимание на других женщин, Елена на мужчин, но ни у кого из них не закрадывается даже мысль об измене. Они слишком любят друг друга для того, чтобы искать отношения на стороне и обманывать тем самым любимого человека и доверие. Антон и Елена признаются, они по жизни на самом деле очень разные, смотрят разные фильмы, слушают разную музыку. Они считают, что общее хобби в семье иметь вовсе не обязательно. Главное – совпадение нравственных ориентиров, взглядов на жизнь и воспитание детей. А в этом плане в их семье царит полнейшая гармония. Когда на экраны вышел сериал «Казанова», где Антон Хабаров играет главную роль, многие коллеги актера были, мягко говоря, удивлены. Трудно было представить в этой роли человека прямо противоположного герою по характеру и образу жизни. Кстати, согласился на съемки в «Казанове» он благодаря жене, которая не испытывала никакой ревности к тем женщинам, которых ее супругу пришлось соблазнять по сюжету. Дорогие мои, пишите свое мнение в комментариях, нравится вам этот актер или нет, какие картины с его участием вы смотрели и вообще, как вы относитесь к этой прекрасной семейной паре. А мне, в свою очередь, хочется пожелать Антону Хабарову и его прекрасной супруге Елене еще долгих лет совместной жизни, Антону Хабарову новых интересных проектов и, конечно же, огромное количество главных ролей. Пусть радует своих преданных поклонников новыми классными и интересными работами. Дорогие мои, благодарю всех за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, успехов всегда и во всем. Божьего благословения, Ангела-Хранителя, исполнения всех желаний. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok